Глава пятнадцатая Одиноко сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил отчей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере, уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели, закрыл святой старец свою книгу и стал молиться. Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист. Очи дико косились, страшный огонь пугливо сыпался из очей. Дрожь наводила на душу уродливое его лицо. — Отец, молись, молись! — закричал он отчаянно. — Молись о погибшей душе! И грянулся на землю. Святой схимник перекрестился и достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу. — Нет, неслыханный грешник, нет тебе помилования. Беги отсюда, не могу молиться о тебе. — Нет! — закричал, как безумный грешник. Гляди, святые буквы в книге налили с кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника. — Отец, ты смеешься надо мною? — Иди, окаянный грешник, не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Недобро быть человеку с тобою вместе. — Нет! Нет! Ты смеешься! Не говори! Я вижу, как раздвинулся рот твой. Вот белеют рядами твои старые зубы. И как бешеный кинулся он и убил святого схимника. Что-то тяжко застонало. И стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие сухие руки с длинными когтями. Затряслись и пропали. И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля. И все, что не есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивший на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкассы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая. Пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад, к Киеву. И через день показался город. Но не Киев, а Галич. Город еще далее от Киева, чем Шумск. И уже недалеко от Венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону, и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна. А если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, совсем, и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать. Нет. Сам он и не знал, от чего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий криван, накрывший свое теме будто шапкою, серою тучей. А конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник. Он силится остановиться, крепко натягивает удила, дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи. Увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясший все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам. Так страшно отдался в нем этот смех. Ухватил всадник страшную рукой у колдуна и поднял его на воздух. В миг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галичской и от Карпата, как две капли воды, схожих лицом на него. Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли, но не мог. Не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле. А если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую, и Турецкую землю. Немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много попрокидывалось везде хат, и много задавило народу. Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого. То от того делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя, и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галичской земле, лучше знают это и говорят, что то хочет подняться, выросший в земле великий, великий мертвец, и трясет землю.